Привет-привет! Начинаю это видео с хоккея на траве, а также с Франциска Скорыны, нашего первого книгопечатника. Итак, мы празднуем день рождения города Минска. Наш праздник. Каждые вторые выходные сентября наступает праздник, день рождения Минска. В летописях он упоминается 3 марта 1067 года. И вот 14 и 15 сентября мы праздновали 957 лет моему родному городу. А это ротонда, роковая ротонда на берегу Севислащи. Давно хотела вам о ней рассказать. Эта ротонда, вернее, с ее изображением связана довольно интересным случаем, ставший уже городской легендой. Дело было в конце 1970-х годов. К 60-летию образования СССР в издательстве Беларуси вышел свет фотоальбом «Минск». Альбом содержал сведения о Минске на пяти языках. Минске сот фотографий, раскрывающих жизнь города, показывающих его красоту и неповторимость. На одной из последних страниц книги была знаменитая ротонда. Вот эта вот с компанией людей внутри. Если внимательно приглядеться к снимку, то можно заметить, как один из мужчин, закинув назад голову, что-то пьет из горлышка бутылка, а другие ждут своей очереди. Представляете? Этикетку на бутылке не рассмотришь, но можно догадаться, что мы с компанией обычно пили из горлышка. Тогда и появилась легенда, что когда в Берхах эту фотографию внимательно рассмотрели, разразился грандиозный скандал. Неорганизованная пьянка на фото в юбилейном фотоальбоме. Первоначально бутылку попытались заретушировать. Результат получился и вовсе удручающим. На снимке стояло четверо, причем один из них чему-то призывал. Партийному руководству республики этот политический окрас понравился еще меньше. Тираж отозвали из продажи и пустили под нож. Художественному редактору поставили на вид. А фотографы долгое время отзывались, отказывались публиковать в Беларуси. Некоторых ответственных работников, принимавших участие в создании фотоальбома, уволили. А уцелевшие фотоальбомы вследствие этого стали настоящими раритетами. Это интересное сведение. Я нашла в книге «Минск. В легендах, мифах и преданиях» Владимира Воложенского. Но это такая легенда. На самом деле никто тираж не уничтожал, а просто пособирали этот легендарный фотоальбом. А мы идем далее. Вот гуляем с сыночком возле Слислочи. И в честь этого момента еще хочу зачитать из милицейского протокола. Вторую пили близ прилавка в Закуточке, но это были еще цветочки. Потом в скверу, где детские грибочки. Потом, не помню, дошел до точки. И это мы в Пауле. Кстати, здание, в котором находится Пауля, жил Манюшка, композитор. И вот мы с сыном заказали. Сын пасты карбонара. Он только ее здесь кушает. Это яблгур с грибами и трюфельной пастой. Решила побаловать себя в день города. И вот моя такая вот интересная... То есть натюрморт, можно даже так сказать. Вот вид города. Все гуляют. Очень много людей. Было именно 14 сентября. А это внутри Пауля. Мне очень нравятся вот эти вот все такие, можно сказать, рекламные, винтажные плакаты. Постоянно на них засматриваюсь. А этот вот возле кассы тоже мне нравится. Я быстро его засняла. Это мой кофеек. Капучино Пауль. А это второй день, 15 сентября. Просто сын захотел посидеть в гараже на террасе. Еще одну мечту его исполнила. Я заказала холодничок. И всем советую, кстати, гараж. Он находится возле моего дома. Также я заказала вот этот потрясающий кедровый капучино. Люблю и халвичный раф. Но тут много еще других соблазнов. Кофе по-рландски моя любовь. Жаль, что Белли с кофе нету. Также очень интересная алкогольная карта. Особенно я парфмаяк. Вот меня заинтересовал Пала Санта. Что вот добавляют Пала Санта в коктейли. Это я. Привет-привет. В своем любимом гарнитуре по мотивам глаза времени Сальвадора Долея Соколов. Это карбонара. Она сыну не понравилась. Как же она мне понравилась. А это книга, откуда я взяла сведения о роковой ротонде. Кедровый капучино. Сам момент запускания кедровых орешков в чашечку. Это просто что-то на грани прекрасного. Также я люблю смотреть, какой здесь у нас парфор. Но здесь ничего не отмечено. И далее у меня сын очень любит еще поезда. И вот у нас сейчас происходит такая вот или реставрация, или как-то передумывают. Вот это билетная касса. Я всегда заглядывалась на это здание. Вот теперь здесь что-то будет интересное, как и в других городах Беларуси. А далее сладости. Праздник закончился. Второй день празднования города Минска. И я сорвалась. Накупила белорусские сладости не только для себя, но это для всей семьи. Хочу отметить, что у коммунарки появилась очередная новинка. Они, конечно, радуют новинками. Я две новиночки заметила. Вот эту вот новинку уже прорекламировали. Идет реклама. Это шоколад темный с начинкой помадно-шоколадной. 200 грамм. Коммунарка. Ну и вообще, конечно же, я люблю вот эти их выходы. Единственное, я люблю в молочном шоколаде. Но тут, конечно, захотелось попробовать новинку. От коммунарки я люблю и молочный шоколад, и темный шоколад. Удобный формат. Вот такими вот батончиками идет. То есть 8 штук батончиков по 25 грамм. Также отмечают они, что лучшие какао-бобы. И да, состав прекрасный. Шоколад темный. Видите, сахар. На втором месте какао тертый. На третьем масло какао. Это очень важно. То, что масло какао также вот расписано начинка помадно-шоколадная. Ну вот как в прежние времена были вот конфеты с такой вот помадно-шоколадной начинкой. Далее вот появились вот такие вот шоколадочки. Шоколадочки – это Минск Сити Мол. Магазин есть фирменный. Я сейчас туда захаживаю часто. И вот слудские поясы. Беларусь славится своими слудскими поясами. Хотя недавно пересчитывала книгу, сказку «Конек-горбунек». Там художник, была книжка с иллюстрациями. И художник отмечал, что именно слудские поясы – это польские. Нет, это белорусские считаются в основном. Достояние белорусское. Ну, я таких вот тонкостей не знаю. Но мы изучаем историю Беларуси, что слудские поясы – это белорусские. Шоколад десертный. Да, у нас есть черный, молочный десертный. Десертный – это вот как черный его цвет. Я даже вам покажу. Пробовать сейчас не буду. Я еще буду ужинать. И вот так вот выглядит этот темный десертный шоколад. Вот кто любит что-то среднее между молочным и горьким, вот можете попробовать наш белорусский десертный шоколад. Слудские поясы. Что касается стоимости, то за все это, то есть шоколад темный, эта новинка стоит дороговато. То есть 8 белорусских рублей 26 копеек. А вот эти шоколадочки, они по 74 копейки стоят. Новинка, да, она всегда дорогая. В два раза дешевле можно купить Аленку. Сейчас она на акциях. Также я была опять же в Минссити Молл, и там вот эта новинка наконец-таки. Но это уже как бы и новинка не считается. Уже давно каштан капучино. Да, мы очень всей семьей любим вот этот, это мороженое. Каштан, это самое любимое. Вот я хотела попробовать капучино. Мороженое каштан капучино, пламбир кофейный, молочной глазури, со вкусом кофе капучино эскимо. Очень люблю, просто обожаю наши каштаны. Даже вот это оформление, это наше достояние. Также вот это тоже белорусское мороженое купила сыну. Салетто миндали, молочный шоколад. Кажется, что итальянское, но нет. Это наше мороженое пламбир с ароматом ванили, в молочном шоколадной глазури, с миндалем. И здесь также отмечено, что бельгийский молочный шоколад, пламбир и миндаль. Но изготовитель Санта-Бремор, город Брест. Вот такое вот классное мороженое с таким миндалем. Вот как итальянское мороженое раньше было. Также вот этот вот брикетик покупаю не в первый раз. Это минский хладокомбинат номер 2. 15% пламбир, ваниль, мороженое пламбир с ароматом ванили, брикетик на вафлях. Вот такое вот чудо белорусское. Сделано в Беларуси. Я даже иногда проезжаю мимо хладокомбината минского. И хочу отметить, что вот держу это мороженое и думаю об аромате от Том Форд секси ванила. Все говорят, что пахнет этот аромат от Том Форда именно пламбиром в брикетиках, сливочным пламбиром. И, конечно же, я думала, что это не белорусская производство. Это младшему сыну. Я купила, он любит кексы без ничего. Мини кексы. И велико мое было удивление, что вот этот бренд Лакумо, это тоже белорусский бренд, изготовитель Унисон Групп, кого интересует, Гродненская область, тоже купила вот такую вот сладость для всей семьи, затарилась. Но все шло к тому, что я должна была попробовать вот эту новинку от Коммунарки, потому что за их новинками я очень свежу. Если покупать, то новинку, и он свежий, этот шоколад, вот в конце августа произведено. Я снимаю 15 сентября, то есть, можно сказать, практически с конвейера. Всем желаю самое главное здоровья. Празднуйте день вашего города. Любите то место, где вы живете. И вот я в последнее время радуюсь уже тому, что я проснулась, ничего не болит. В окно посмотрела и пошла дальше. Поэтому радуюсь каждому дню, как говорят, то, что Бог дает. Всем огромное спасибо за внимание. Всем сладких денечков. Всем солнышко, чтобы все вас радовало. Пока-пока.